Производим крепление кабеля, сигнального кабеля, к рифленому забору. Крепится на скобки клепальщиком. Мастер осваивает клепочный инструмент. Просверлили криво? Мастер клепочный инструмент освоил еще в году 2005. Смотрим. У нас клепочка стоит с хомутиком. Сам принцип того, чтобы кабель был ровный. То есть вот так вот у нас идет он. И там вот значит у нас будет оконечное устройство. Как вот у нас установлено оконечное устройство здесь. Почему сделано так? Для того, чтобы было сложно перелезть через ограждение. Огорождение. Сверху сейчас также покажу. Особенность. Скобка. Вот эта еще не зажата. Скобочка у нас. Сейчас так вот он. То есть ничего пока не зажата. Просто приклепана. А сам смысл, чтобы скобка была сжата. Сейчас мне свету покажу. То есть кабель должен немного деформированным быть, чтобы это все работало. То есть, ну и соответственно, сверху мы получаем примерно вот так вот. То есть вот, сейчас, дожди. Стой, 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 чтобы солнышко видно было. Так вот. Да, происходит зажатие кабеля. Скобочкой. Продается деформация кабеля. Кабель становится чувствительным. Соответственно, продолжаем. Вот такой трудный работа на целый день. Делать тут не переделать. Значит, вот здесь у нас сделан такой переход. Если кабель перекусить, то, соответственно, сработает сигнализация. Сейчас мы поднимемся, значит, вот у нас. Там вот у нас стоит заглушка. Длина кабеля может составлять до 500 метров. Такого по забору. У нас тут его еще очень много. Павел готовит клепки. Делает такой набор. Ну, расскажи что-нибудь подписчикам. Ты скажу, что тяжелая работа. Начальство, я думаю, будет вещь, что им недовольны. Эй, хороший заряд был. Да ладно. Ваша недосвина. О, электроконбога. Ты гнидом. Он пометил. Будем устанавливать скобочку. Ну, вот так вот. Здесь будет идти кабель у нас. Работаем по формочке. Покажи нам ее. Давай, покажи. Накладывается формочка с дырочкой и сверлится. Все будет ровненько. Каждые 40 сантиметров на заборе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...